Приветствую вас, друзья! Сейчас я покажу, как можно сделать анимацию логотипа из частиц без плагина. Поехали! Создаю новую композицию. New Composition. Окей. Добавляю лого. Нажму S, чтобы изменить масштаб. Нажму S, чтобы это все скрыть. Нажму Ctrl-Shift-C, чтобы сделать Pre-Compose. Назову лого. Нажму Ctrl-D, чтобы сделать дубликат. Второй слой можно отключить. На первый слой добавлю эффект CC. Ball Action. Отлично. Перенесусь на второй кадр. Поставлю ключик здесь. Раз. Здесь поменяю на Z. Поставлю здесь ключ. И здесь ключ. Здесь изменю на единицу. Перенесусь на нулевую секунду. На первый кадр. И изменю здесь параметр на 500. На 2 оборота. И здесь, допустим, 5. Ну, можно еще поэкспериментировать. Другие параметры поставить. Не возбраняется. Так, анимация работает. Но я вижу, что она ограничивается квадратом. Это все потому, что логотип у нас маленький. Перехожу в композицию лого. И изменю вот здесь настройки самой композиции. Оставлю здесь 1920 на 1080. Так, вот эту галочку уберу. 1920 на 1080. Хорошо. Логотип опять вылезает. Нажму опять S, чтобы уменьшить. Поэтому там можно было, в принципе, это не делать. Раз. И здесь у нас опять не получается. Но для этого надо нам изменить здесь масштаб на 100 вернуть. Оп. Здесь тоже вернул на 100. Все это скрываю. Нажму S опять. И вот у нас получилась такая анимация. Из шариков собирается наш логотип. Теперь я выбираю первый слой. Нажму U, чтобы открыть все ключи. Чуть-чуть увеличу масштаб. И верну вот этот Ball Size на 1 секунду. И здесь немножко подниму на 0 секунде. До, допустим, 250. Вот так уже получше. Все это выделяю. Нажимаю F9. Перехожу в графики. И немножко перетащу с правой стороны налево. Отлично. На первый же слой добавляю еще один эффект. CC. Force Motion Blur. И поставлю здесь 100%. Теперь у нас будет немного притормаживать. Но зато все это красиво сливается. Супер. И еще один эффект добавляю на первый слой. Glow. Поставлю настроечки. Троечки 75, 5 и 0,5. И вот это уже будет немного светиться. Супер. Теперь все это я скрою. Нажму U. Перейду на 220, например. И выберу первый слой. Нажму Alt и скобку вправо, чтобы слой обрезать. Теперь можно включить второй слой и добавить на него эффект CC Lens. Отлично. На этой же секунде поставить Size 0. А на... Давайте сделаем 4 секунды 10 кадров. Поставлю 500. И вот у нас получилась такая волна. Собственно, сам эффект на этом закончен. У нас осталось какие-то косметические вещи навести. Например, создать задний фон. Я взял картинку. Нажал S. Немножко уменьшил ее. Можно сделать виньетку. Например, выбрать Ellipse Tool. Нажать два раза. Нажать MF, чтобы выбрать Mask Feather. Поставлю галочку Invert. Точнее, нет. Не надо. И покрутим, чтобы она была такая... Затемнялась в углах. В принципе, сам слой можно тоже убрать яркость. Hue Saturation я добавлю на него. И здесь уже подобрать какие-то настройки. Чтоб не так это бросалось в глаза. Все это скрываю. Теперь я бы, наверное, сделал, чтобы слой немножко двигался. Например, поставлю здесь на первом кадре. Нажму S Scale. Поставлю ключ. И на последнем буду его отдалять. На чуть-чуть. Чтобы было легкое движение. Супер. А вот это лого. Второе. Второй слой после волны. Нажму также S. Поставлю ключ. И буду его приближать. Тоже на чуть-чуть. Чтобы это сильно не бросалось в глаза. Вот он сформировался. Пустил волну. Опа. И приближается. Отлично. Но мне не нравятся еще белые вот эти вот шары. Потому что все-таки кофе это типа кофе. Вот такая задумка была. Поэтому я бы на первом слое еще добавил один эффект тинт. И сделал вот здесь, например, какой-то более коричневый. Вот у нас кофе сформировалось. Можно даже, в принципе, это и анимировать. Например, вот он здесь сформировался. Поставлю ключ и маунт. Здесь 100. И чтобы он вот здесь уже к концу вот этого первого слоя потихоньку светлел. Чтобы из кофе собрался. Ну, условного кофе. И потихоньку светлеет. Дает волну. Такой эффект параллакса небольшой. Оп. Ну и в конце, чтобы все это красиво исчезало, добавлю solid слой. Не буду его никак называть. Помечу его в самый верх. Поставлю, например, где-то на 8 кадрах. В 8 секундах. Поставлю ключ T, opacity. На 0. И на 10 секунде поставлю на 100. И вот у нас он исчезает. Осталось добавить какие-то звуки или музыку. И будет точно готово. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok